Добрый день дорогие друзья! Добрый день уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сангейтс начинает свои программы сегодня у нас вторник 26 июля в Чикаго 8.30 утра на территории России в Москве в 16.30 и мы сегодня как всегда по вторникам в это время беседуем с физическим астрологом Анной Ласточкиной проживающей в Таиланде и вот она у нас на связи Аня здравствуйте здравствуйте Михаил здравствуйте радиослушатели да рад вас мы тоже рады вас видеть и слышать ну наши радиослушатели только слышат нас пока но дальше это все программы у нас записывается они поступают в youtube на наши каналы а далее они идут в фейсбук и в общем то можно их слушать и там и там и это тройное w sungates radio.com sungates radio.com это sungates 108 это наш skype телефон 847 226 9956 area страны это единица код страны это единица ну и сегодня у нас программа достаточно необычная мы сегодня говорим будем говорить ну понятно о планетах но планеты они чисто условные то о чем мы будем говорить сегодня сейчас они очень подробно все об этом расскажет эти планеты называется их называет она теневые планеты называет их демонические там очень-то целая история рассказ этой истории займет всю передачу поэтому рассказывать мы об этом сегодня не будем я не называются раху и кету вот ну кто-то говорит вообще-то это не планеты это как затмение ну кто-то говорит ассоциирует это с ураном нептуном западной астрологии но вот я консультировался у западного астролога по этому поводу он говорит это неправильно нельзя их ассоциировать с этими планетами хотя с другой стороны нептун это очень такая спиритуальная скажем так планета это очень такая загадочная мистическая что соответствует кету вот по этому поводу, вот я лично сегодня одел вот такой вот камушек. Планеты у нас проявляются на Земле в камнях, и это как раз планета Кету. Это кошачий глаз Хризабирил, который я, так сказать, иногда одеваю, поскольку это, так сказать, ну, для public people они предохраняют, будем так говорить, поэтому вот мы видим о том, как, скажем, звезды некоторые носит темные очки, то есть чтобы не было какого-то энергетического удара. Ну, вот сейчас Аня нам все подробно, по полочкам, все разложит. Аня, вам слово. Хорошо, давайте я начну с того, с комментария по поводу того, что Раху и Кету не надо ассоциировать с Ураном и Нептуном, да, действительно западный астролог прав, и это совершенно астрономически, это совершенно разные вещи, Уран и Нептун имеют тела, Раху и Кету это математически высчитываемые точки, и я хочу поподробнее объяснить, что это такое, как они высчитываются, из чего складываются, и что это за энергии получаются. У нас есть траектория вращения Земли вокруг Солнца. Ну, все, наверное, представляют, что Земля вокруг Солнца ходит по определенной дорожке. И у нас также есть траектория вращения Луны вокруг Земли. И вот эти две траектории могут пересекаться, то есть они пересекаются регулярно. И точки пересечения, движения Луны вокруг Земли и Земли вокруг Солнца, они называются Раху и Кету. И иногда в этих точках, при определенных условиях, возникают затмения. Солнечные и лунные затмения. И Раху и Кету еще по-другому называются лунными узлами. Это получается, что это две энергии соединились вместе. Гипотетическая энергия Солнца и гипотетическая энергия Луны. На самом деле там этих тел нет, но в этих точках они пересекаются. И эти точки имеют очень сакральное значение, большое значение. Это взаимодействие энергии Солнца и Луны в данный конкретный момент. Можно сказать, что взаимодействие инь и янь, то, что мы называем женским началом и мужским началом. И в каждое мгновение у нас есть какой-то этот баланс. Существует сейчас в природе, мы его ощущаем. Самый большой дисбаланс, дисгармония между этими двумя телами Луной и Солнцем возникает, когда они накладываются друг на друга и возникает затмение. То есть тогда получается у нас какая-то из энергии очень сильно преобладает. То есть преобладает либо инь, либо янь. И получается такой вот дисбаланс, и он в первую очередь отражается в сознании человека, и он склонен совершать какие-то импульсивные поступки. Еще можно сказать о том, как связана эта ось раху-кету с физиологией, и в частности с физиологией мозга. У нас есть в голове такая структура, называется хвостатое тело. Оно так и называется на латыни нуклеус, каудус – хвостатое ядро, даже нуклеус – это ядро. И у этого ядра есть голова, есть хвост. Голова – это раху, хвост – это кету. Голова отвечает за желание, за амбиции, за желание, за нашу тягу к чему-то. Очень сильно эта раху, это голова этого ядра, она проявлена у человека, когда он играет в компьютерные игры. То есть вот это вот насыщение через действие, действие за вознаграждение включается в голове. И кету – это интуиция, дежавю, все, что связано с прошлым. Вот этот хвостик у нас в головном мозгу курирует это, курирует и находится рядом с такой структурой, которая называется миндалевидное тело, это марсианская структура. И вот говорят в ведических текстах, что кету подобен Марсу, а раху подобен Сатурну, потому что эта голова находится рядом с путаменом, с долей, которая управляет нашими сатурнянскими действиями, то есть координацией движения и так далее. То есть все, что у нас на небесах, оно проявлено в нашем сознании и даже в нашей физиологии. И если мы перейдем к более практическим таким вещам, что мы можем посмотреть через раху и кету в гороскопе, то здесь будет прежде всего наша амбиция, видная с гороскопа, и основная, так скажем, задача материалистичного вот этого нашего воплощения. У нас благодаря этой оси есть такой водораздел в гороскопе и водораздел в сознании. Мы живем не здесь и сейчас, а мы все время находимся либо в прошлом, либо в настоящем. И вот это раху и кету считается, конечно, драконом негативной энергии и во всех культурах это отображено. То есть символ дракона, символ змея, это символ времени. У нас благодаря раху и кету есть ощущение того, что у нас течет время, что у нас есть будущее, это раху, и что у нас есть прошлое, это кету. И когда мы побеждаем внутри себя дракона, есть такое еще выражение убить дракона, это значит, что мы можем соединить свое прошлое с нашим будущим и очутиться действительно в духовном мире, где этого нет. Нет ни прошлого, ни будущего. То есть есть только данный конкретный момент. Вот, с этого я могу начать. Это очень интересно. Я могу только добавить, может быть, о том, что если мы говорим о узлах, то раху это северный узел Луны восходящий, а кету это нижний нисходящий узел Луны. И если говорить о ведической нумерологии, в противовесках, так, или в оппозицию, скажем, обычной нумерологии, все-таки они существуют. И эта цифра 4 это раху, эта цифра 7 это кету. То есть те люди, которые рождены 4, 13, 22 числа, они в какой-то степени попадают под влияние раху, а те люди, которые рождены 7, 16 и 25 числа, любого месяца, они попадают под влияние кету. Ну и соответственным образом проявлены те самые энергии, вот о которых вы сейчас рассказали, но вы которые будете подробнее нам рассказывать уже вот сейчас. Да, ну что касается гороскопа, можно посмотреть на какую сферу жизни у вас влияет узел прошлого, нисходящий узел, и на какую сферу влияет узел будущего, раху. И, например, у некоторых людей профессия связана с прошлым. Здесь я могу сказать про себя, что у меня кету находится в 10 доме, с луной вместе. Это значит, что профессиональная деятельность может быть связана с какими-то самскерами, с впечатлениями, которые идут у человека из прошлого, из его прошлых воплощений. Вот. И можно также, например, привести пример, что если раху находится в 10 доме, что очень благоприятно вообще для раху, человек имеет большое количество амбиции относительно выражения себя на публике, в общественных задачах, где-то в работе, и может много всего перепробовать. То есть у него это воплощение открыто, в этом воплощении открыт вот этот путь пробовать себя в разных сферах общественной деятельности. Это, конечно, может быть и тяжело, потому что то одно, то другое хочется, то третье. Зато, когда кету находится в 10-м, говорят, наоборот, тоже тяжело, потому что нужно найти именно то свое, с чем вот соприкасался человек с прошлым, и тогда это раскроется в виде таланта. Вот видите, как интересно существует такое мнение, что если человек пробует, что-то пробует, и то одно, то другое, то третье, ему люди со стороны, они реагируют и говорят, ну, ты никак, ты все кидай все стороны в сторону, ты возьми, сконцентрируйся на чем-то одном, и делай что-то одно. А он не может, у него оказывается в гороскопе раху проявлено. Да. Раху – это ненасытная энергия, невозможно сконцентрироваться, невозможно в течение жизни найти что-то одно, прибиться к одному берегу и все время там быть. Вот, например, если у меня кету в 10-м, то значит, у меня раху в 4-м, то есть во внутреннем пространстве. И я даже передачи читаю из разных мест, потому что у меня этот ненасытный раху все время меня перемещает, я не могу почувствовать внутренний комфорт, и из-за этого у меня много перемещений по жизни, проживания в разных странах. Вы знаете, я такой же, можно сказать, потому что, ну, вы знаете мою карту, я только в 2014 году, вот всего лишь пару лет назад, в конце года вышел из-под влияния 18-летнего влияния раху, куда меня просто как магнитом тянуло в разные места, и я ничего не мог с собой поделать. И я сейчас как-то по инерции вспоминаю все это, все как-то пытаюсь куда-то рвануть, куда-то поехать, и что-то меня все время останавливает. А там, ну нет, тормоза не было, то есть вот решил и помчался туда. Ну, там есть некоторые, скажем, я помню, в Индии когда был, так там известный астролог и известный врач, он мне сказал, когда он мне делал все эти, скажем, там упаи и так далее, там, ягжны, яги делал, и рассчитывал все это, он мне порекомендовал носить гесонит, это камень, который носится, и он мне даже его, так сказать, направил куда, все, какого размера, и я его носил. За полгода до выхода, так уж получилось, совсем в какой-то совсем другой тропической стране, каким-то образом я его потерял. Ну, значит, это, что мне сказала, я уже вышел из-под влияния Араху, хотя формально оставался еще где-то полгода. Да, интересно. Да, ну, в общем, по гороскопу можно определить, Араху и Кету что еще нам дает? Ключ к тому, какие у нас таланты. Это очень интересная тема, потому что мы можем посмотреть на Кету, посмотреть на знак, в котором Кету находится, и на Накшатру, где стоит Кету, и предположить, чем человек мог заниматься примерно в прошлой жизни, то есть к чему у него открыт доступ, вот через вот это хвостатое ядро, через вот это дежавю, через ассоциативное мышление, интуицию. Кету показывает. Вот, и можно еще посмотреть управителя Кету, то есть знак, Кету стоит в определенном знаке, у этого знака есть хозяин, и этот хозяин курирует раскрытие таланта, курирует то, как будет раскрываться внутренний вот тот потенциал с прошлого человека. Есть также управитель Раху, также мы можем посмотреть на Раху, куда человек будет развиваться, через какой знак, через какую Накшатру и где его управитель. Если эти управители между собой дружат, планеты бывают дружат, бывают враждуют и находятся в гармоничном сочетании, то значит реализация более-менее легкая и гармоничная. Бывает так, что не дружат. Ну вот, например, у нас сейчас такая ось, когда у нас Кету стоит в Водолее, а Раху стоит во Льве. И Солнце с Сатурном, Сатурн управляет Водолеем, а Солнце управляет, а Львом управляет Солнцем. И эти планеты не дружат, они антагонистичны по своей природе, потому что Сатурн — это сжатие, это служение и такое законсервирование в определенных рамках, то есть это ограничение в определенных рамках и служение. А Солнце — это все-таки желание яркого самовыражения, помпезность, яркость, творчество. И у человека, у которого при рождении такая ось, Кету в Водолее, а Раху во Льве, у такого человека какой-то диссонанс есть внутренний, то есть он идет от энергии служения к энергии раскрытия вот этой яркости в себе. И вот эта ось, она, как говорят, кует неординарной индивидуальности, потому что нужно пройти такой урок между Сатурном и между Солнцем. То есть с одной стороны стать царем, а с другой стороны поставить свои действия на служение всему человечеству. То есть вот этого она требует от человека. И у нас как раз сейчас такая ось в гороскопе, в нашем текущем гороскопе. И еще очень интересное явление у человека в жизни случается, когда ось встает на свои места как при рождении. То есть получается экзамен. Это происходит раз в 18 лет. То есть за 18 лет узлы оборачиваются по гороскопу, и встают на те же самые позиции. Это 18 лет наше совершеннолетие. У нас вдруг мы сталкиваемся серьезно с нашей кармической проблематикой. Ну и у нас меняется жизнь в 18 лет. Может каждый понаблюдать, как изменилась жизнь в 18 лет. Дальше такое же происходит в 36. Тоже встают на свои места узлы. И у человека что-то вдруг вскрывается. Часто по кету. Ну я могу себя привести в пример. Мне 36 лет, и у меня кету встал совсем недавно в ту же накшатру. Что и при рождении. Сейчас у нас кету в Шатабише уже, в четвертой паде. И у меня кету тоже в Шатабише. Хорошо быть с астрологом самому себе. Да. Все знаешь. Где чего находится. Это значит, что сейчас проходит какой-то экзамен в жизни, когда может реализоваться что-либо с прошлого. Ну и естественно надо смотреть, где находится Раху, куда же все-таки надо двигаться. Как-то соединить эти две энергии в себе. Дорогие друзья, я хочу напомнить о том, что Центр Сангейтс это Центр Информации. Ту информацию, которую мы даем, она полезна для тех людей, которые ей захочут пользоваться. Ничего страшного, если вы с ней не согласны, если вы ее не понимаете. Но во всех вариантах вы всегда можете об этом узнать. Поэтому вот то, что сегодня рассказывает нам и до этого рассказывал нам Аня Ласточкина, это совершенно здорово и замечательно, поэтому можно только порекомендовать всем, кого это интересует, ну пойти поучиться тогда, так сказать, становиться хозяином своей судьбы. Это информация, ее можно пользоваться, можно не пользоваться. Правильно? Но тем не менее, если где-то там нам говорят, кто предупрежден, как говорится, тот вооружен. Поэтому вы можете, повторюсь, наши координаты, это тройное W sungatesradio.com, sungatesradio.com, это sungates108. Это наш скайп, пожалуйста, обращайтесь, и мы поможем вам связаться с Анной Ласточкиной, если у вас есть такое желание поучиться всему этому. Спасибо. Да. Ну, я могу продолжать дальше разговор по Раху и Кету. Да, конечно. Как же я это на сознание и подсознание? Вот это очень интересный момент. Да, что Раху и Кету на самом деле, да, это теневые планеты, и они связаны с такими вещами, которые мы не совсем осознаем, вот, когда мы с ними имеем дело, особенно Кету. Кету — это то, что лежит за пределами нашего сегодняшнего рождения и понимания, и то, что у нас приходит через Кету, мы даже не можем почувствовать, откуда идёт эта информация. По крайней мере, мы это отследить в реальном мире не можем, потому что Кету тесно связано с понятием интуиция и какие-то интуитивные прозрения, там, озарения, это связано с Кету. И, ну, например, у человека может быть в гороскопе хозяин третьего дома, а третий дом отвечает за писательство, за письмо, связан с Кету. И тогда человек может что-нибудь писать, и у него такое возникает как интуитивное письмо, склонность интуитивно писать, и когда он пишет, он вдруг не понимает, откуда идут эти мысли, эти мысли идут с его прошлого, то есть открыт канал в прошлое. И вот такие люди, у которых Кету сильно соединено с позициями основными в гороскопе, например, с Луной или с Лагнешем, это значит с хозяином первого дома, то есть дома личности, такие люди могут что-то такое создавать, такого мистического жанра, либо чувствовать что-то потустороннее, у них как будто всё время приоткрыта дверь, потусторонний мир немножко. Ну, например, можно привести пример Павла Каэлья, Стивена Кинга, у них соединена Луна с Кету, вот кто пишет такие вещи или мистического жанра, жанра ужасов тоже, почему бы нет, что такое соединение даёт паранойи на самом деле Луны с Кету, потому что боишься непонятно чего, смотря какая у тебя карма в прошлом, да, и можно бояться, какие-то иррациональные страхи могут быть. Зависит от знака, зависит от Накшатры. У кого-то такое соединение может быть в Накшатре, которая отвечает за астрологию. Надо напомнить, Накшатра – это лунная стоянка, в которых там 27 стоянок. Что такое Накшатра? Да, это ещё одно подразделение, деление зодиака, только не на 12 знаков, а на 27 звёзд, так скажем. И они более точно определяют, более точно можно через них дать характеристику позиции какой-либо, как себя чувствует планета, как она себя проявляет. Знак – это нечто общее, но проявленное на уровне солнечной энергии, на уровне внешних обстоятельств. А Накшатра – это то, что проявлено на уровне отношения к вещам, эмоциональный подтекст. И когда мы и то, и то смотрим, у нас очень точные интерпретации возникают при чтении гороскопа. Поэтому, когда я смотрю планету, сначала она всегда смотрится в знаке, а потом в Накшатре, а потом ещё можно дальше смотреть, глубже конкретно точный градус, как он проявляется вообще в других картах дробных. То есть всё достаточно сложно. Да, мы по Накшатрам, я думаю, надо было бы сделать потом как-то отдельную, может быть, программу. Вообще-то там тоже была целая история, там серьёзная история, в общем, Чандра, Луна, он был, ну, планета они все мужского рода, и Венера, кстати, тоже не она, а он, он был наказан, так сказать, вот, определённым образом. И вот эти вот лунные стоянки, вот эти 27 Накшатр, это вот каждый день, каждую ночь, точнее, он приходит вот в эту стоянку, и у него там определённая, значит, подруга его жизни была, жена, да. Он там у неё, значит, остаётся вот на эту вот, на эту Накшатру, которая обладает определёнными соответственными качествами, вот. У меня, кстати, тоже характеристика, вот, я мула, у меня Накшатра, мула. Ну, вы знаете, о чём идёт речь, естественно, да. Ну, конечно, да. Очень такая, неординарная такая, и не совсем, я бы так сказал, ну, всё, нету отрицательных и положительных, там, и как и планеты, демонических тоже нету, это в зависимости от того, высшее и низшее проявление этой планеты, как они на нас влияют, а как мы на это реагируем, это уже, так сказать, та информация, которую мы должны пользоваться, чтобы реагировать правильно, верно? Да, конечно. И меня вот недавно, кстати, спрашивали, что, как жить с демонической Накшатрой, так же, как вы раньше жили. Да, кошмар, да. Кошмар, да. Кошмар. Я не представляю, как люди живут с этими демоническими Накшатрой. Я вообще не представляю, как я 18 лет жил под влиянием раху демонической планеты, это кошмар какой-то. Ну, кстати, для тех людей, которые действительно находятся под влиянием вот негативного влияния, в данном случае для этого человека, их можно нейтрализовывать, да. Мы об этом, может быть, поговорим, да, когда будет время о том, существуют мантры, существуют определенные процедуры, как можно нейтрализовать негативное влияние, верно? Да, ну, конечно. И для этого вообще важно знать, какое позитивное влияние у этой же Накшатры. То есть в любой Накшатре это качество, это просто качество, через которое проявляет себя планета. Это качество могут быть самые разные, то есть в любой гуни, то есть в страсти, в благости, в тамосе это может проявляться. И важно знать свой вот этот разброс энергий. То есть если мы возьмем Накшатру Мула, то это может быть человек-разрушитель. То есть это может быть человек, который всё крушит вокруг себя, то есть в самом таком приземлённом смысле, который связан сильно с антиматерией, то есть он всё против материи, против, он готов разрушить любые вещи. Да, но с другой стороны она дает... Шварценеггер в его фильмах. Да, он, кстати, у него Накшатра Мула, Шварценеггера, он там всех разрушал, естественно. Да. Ну, конечно, мне тоже Мула знакома, потому что у меня Лагнеш Мули. Да, значит, человек может действительно разбушеваться в определённое время. И что я хотела сказать, что в другом аспекте Мула это одна из самых духовных Накшатр, которая позволяет человеку проникнуть за материю, посмотреть, что... Посмотреть, столкнуться с духовным миром. Это люди-идеологи, у которых рождаются новые идеи. Именно здесь, в самом начале Стрельца, после знака Скорпиона возрождаются идеи какие-то, новые идеи существования. Да, но Мула это, конечно, разрушение. Разрушение, но разрушение, оно всегда можно его трактовать во благо. То есть разрушение каких-то старых, отживших устоев, уже ненужных нам. Вот так. Вот именно. Если мы возьмём Шиву, то он отвечает за разрушение. Но разрешение, это всё заканчивается цикл, а потом начинается новый цикл. Поэтому сказать, что Шива разрушитель, да, он разрушитель, но он разрушает то, что уже отжито, действительно, это правда. Но давайте мы вернёмся всё-таки к нашим теневым планетам. К теневым, да, давайте вернёмся. И вернёмся мы так, что Мула это Накшатра Кету. Вот поэтому я ношу, тоже рекомендовано, кстати. Да, потому что у нас есть Накшатры, которые управляются Кету. Это, в принципе, все Накшатры, которые начинают цикл. Первый это Ашвини, то есть всё начинается с Кету, откуда-то с прошлого. Да, вот эти рубежи, которые в гороскопе проложены, они все связаны с энергией Кету. Это Ашвини, это Макха и это Мула. Три Накшатры. И также у нас есть три Накшатры Раху, которые связаны с амбицией, с выходом за границы сознания. Это Свати, Шатабиша и... Что-то сейчас вылетело из головы. Ладно. Это и Ардра. Вот, и Ардра. Ардра, Свати и Шатабиша. И если мы продолжим про Раху и Кету, наверное, нужно сейчас рассказать о текущей оси Раху и Кету и как она отражается на мировых событиях, как мы можем почувствовать, как сейчас стоят Раху и Кету у нас в небе. Стоят, это сказано образно. Это некие узлы, которые мы можем рассчитать. И сейчас у нас совсем недавно Кету перешёл в Накшатру Шатабиша, а Раху в Пурва Абхалгуни. Это значит, что Раху в Альве. Они стоят полтора года в каждом знаке. И Раху в Альве уже давно стоит. И я уже теперь ориентируюсь на Накшатры, что они перешли в новые Накшатры. Раньше было немножко по-другому. И ещё очень интересно, что сейчас в скором времени Сатурн, который сейчас курирует Кету, выйдет из ретрогрессии наконец-то. И мы наконец-то получим время, когда у нас нет ретроградных планет. И у нас нет такого, что нас что-то сильно тормозит и тянет в прошлое. И поскольку Кету стоит в Шатабише, мы можем ожидать какие-то вещи, связанные с техническим прогрессом, с новыми медицинскими исследованиями и возникновениями каких-то... Ну, Сатурн стоит в Скорпионе, который управляет. Всё-таки возникновение, может быть, либо вакцин, либо лекарств, либо оружия. Потому что это связано, там Сатурн с Марсом стоя в Скорпионе, либо это какое-то секретное оружие, либо ещё что-то. Шатабиша — это вообще накшатра исследований, глубоких исследований, связанных с материей, с нанотехнологиями, с компьютерными технологиями. И вот это сейчас время, когда может что-то такое реализоваться. Раху стоит в Пуру Абхалгуни, это значит, что это будет что-то красивое. Это могут быть новые красивые гаджеты в сфере технологий компьютерных. Это могут быть какие-то фильмы про, типа, матрицы выйти на экраны, да, вот такие. Потому что Шатабиша соединяется с Пуру Абхалгуни. Лев с Водолеем. Водолей — это что-то неординарное, исследовательское, вот такое, футуристичное. А Пуру Абхалгуни — это сцена, театр, это творчество. И вот соединение этих двух энергий через Раху Кету вот как раз сейчас у нас имеет место быть. И ещё одно событие грядущее. Совсем скоро Юпитер покидает знак Льва и переходит в Деву. И, может быть, стоит тоже сказать пару слов, что нас ожидает. Конечно, у каждого в гороскопе это проявится как-то по-своему, но на каждого человека будет влиять. Но если говорить в общем... А, простите, как скоро? 11 августа. 11 августа. Я почему-то спрашиваю, поскольку я так по-солнечному... 11 августа. Я Дева, а Юпитер — это хорошая планета для меня тоже. Поэтому вот спрашиваю, когда. У вас окажется Сатурн в Деве. Я помню, что у нас одинаковые Сатурны. Ну, это да. Да. И у меня даже Юпитер станет на Сатурн. И что нас ждёт, когда Юпитер войдёт в Деву? Ну, надо сказать, что у нас было. Когда Юпитер стоит во Льве, то мы генерируем идеи. Лев — знак творческий. И мы их нагенерировали большое количество. Это как раз был год, когда нужно было искать... Ну, для многих людей искать выход из кризиса, потому что Сатурн при этом стоял в Скорпионе. А когда Сатурн в Скорпионе, многих накрывает кризис. Да, вообще. Потому что сам Скорпион — это знак трансформации. И вот мы сейчас этот год генерировали идеи. Там ещё Раху стоял. И будет там находиться ещё какое-то время. И у нас... Но эти идеи не были приземлены. То есть они просто нагенерировались. И сейчас время как раз взять и воплотить то, что мы задумали. Потому что Дева — это знак практичности. Знак приземления — это земной знак. Лев огненный. И поэтому он способствует возникновению новых идей, творческих идей. А Дева — всё. Мы приземляем до практических результатов то, что мы надумали до сих пор. И это хорошее время для обучения. Если у вас раньше были идеи учиться, то сейчас самое время учиться, в смысле взять тетрадку, ручку и учиться. Ну вот такие вещи очень практичные, очень заземлённые. Потому что Дева — это практичный знак. Это то же самое творчество, только прикладное уже. Прикладное — это значит, что мы к этому прикладываем руки и уже конкретно что-то делаем. Вяжем, вышиваем бисером, что-нибудь такое. Крестиком. Крестиком вышиваем. Да, это Дева. Вышиваем крестиком. И у нас сейчас такой будет год до 9 октября следующего года. То есть Юпитер будет стоять в Деве. В общем, кому делать нечего, можно вышивать, неважно каким способом, и учиться. Учиться, приземлять свои проекты. То есть те проекты, которые сейчас будет, возможность... Юпитер расширяет значение того знака, куда он попадает. И будет возможность, будет много практической реализации того, что мы придумали до сих пор, что мы хотели. Понятно. Хорошо. Что еще мы можем сказать про планеты Раху и Кету? Или мы, может быть, напоследок, вот мы уже приближаемся к окончанию этого сегмента нашей программы. Что у нас, ну, скажем так, наверху, на небе? Затмения какие-то, какие-то там позитивные, негативные комбинации планет? Сейчас, в очень скором времени, опять у нас наполнится планетами знак Льва. У нас этот год, конечно, прошел таким под знаком Льва, и было много желания, независимости, чему Лев ведет, какой-то свои индивидуальные творческие порывы. И вот сейчас напоследок, перед тем, как Юпитер перейдет в Деву, четыре планеты займут знак Льва, и еще присоединится к ним Луна в один день, ну, там, пару-тройку дней. И вот мы напоследок почувствуем эту энергию, какого-то такого желания, самовыражения яркого львиного. И кто не успел своего Льва реализовать, как раз время сейчас это доделать, потому что потом планеты начинают так ровненько распределяться, уходит Юпитер в Деву, а потом у нас будет Меркурий в Деве, в Деве Венера, в Деве пойдет такое время практическое, практичное. И Меркурий, кстати, будет ретроградным в конце августа. Да, конкретно на мой день рождения, как я слышал. 31 августа, говорят. 30-го. 30-го, окей, ну, точно не помню. 30-го августа, да. И чем это нам грозит? Меркурий ретроградный коммуникациями, да? Он не так страшен, это просто задержки, отсрочки, не рекомендуется покупать бытовую технику и вещи, которые связаны вот с компьютерами, ну, с такими, с расчетами. Любую технику, там, холодильник, швейную машинку, может сломаться, просто можно, может потребоваться еще время, еще раз уделить внимание этой технике. Ну, могут быть задержки в коммуникации. Но ретроградная планета всегда нам дает шанс посмотреть в прошлое, посмотреть, заглянуть обратно, проанализировать, как мы говорим, как мы выстраиваем свое общение с людьми, потому что у нас начнутся какие-то по Меркурию, скажем так, стычки с людьми, недопонимания. Это для того, чтобы мы очистили свою речь, еще раз пересмотрели ее и пересмотрели пространство вокруг нас, в котором есть очень много технических моментов, вот этих деталей. Прибраться хорошо на ретроградной Меркурии, взять, выкидывать весь лишний хлам из дома. Особенно, если он отвечает... Боже, какой пустяк, выбросить. Да. Понятно. Ну, хорошо, хорошо. Ну, если что-то вы хотите еще, может быть, добавить, или на этом мы уже приближаемся к завершению? Ну, давайте приблизимся к завершению, да, если нет вопросов сейчас. Можно про ось Раху-Кету, что это очень важная и очень интересная тема для изучения и не только в самой расе, в самой нашей основной карте. То есть, мы по Раху-Кету можем смотреть наши родовые таланты, генетическую память, которая у нас от предков идет. Мы можем смотреть наше детство и кто нас в детстве окружал, и почему, и как можно смотреть в детском гороскопе, как ребенку развить талант, то есть, помочь развиться его таланту, который он несет с собой из прошлого. И по ось Раху-Кету можно давать вообще очень много рекомендаций, как общаться с окружающими людьми, потому что ничто так сильно не бьет по окружающим, как наш Раху, наша амбиция в каком-то месте реализовываться. И можно этот Раху наложить на карты других людей и посмотреть, что мы этим Раху им там задеваем, стимулируем. Особенно близкие люди, которые живут в одном пространстве, они могут, допустим, муж, жене может этим Раху попадать, скажем, в дом детей, и тогда они будут, ну, могут быть дети какие-то, может, обсуждение вот этого, романтики может много быть в отношениях, потому что это дом романтики, обсуждение политики, походов в театр, то есть можно на основе Раху-Кету делать инострию, исследовать взаимоотношения между людьми, как они между собой сочетаются. Вот, и эта ось, она там очень важна. Вот это я хотела сказать. Понятно. Ну, хорошо, дорогие друзья, я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям, видео YouTube зрителям, если будут какие-то вопросы к Ане Ласточкиной, если будут вопросы к нам, пожалуйста, еще раз, это sungatesradio.com, там можно оставить свои замечания, комментарии, предложения, и sungates 108, это наш скайп, там можно с нами соединиться и задать какой-то вопрос, и мы посмотрим, после того, как появится эта программа уже в записи, обычно все программы Аня с вами, они востребованы, много людей смотрит это все, всем это очень и очень нравится, и вопросы появятся, тогда мы в следующей нашей программе, а мы встречаемся, напомню, по вторникам, время по Чикаго 8.30 утра, время по Москве 16.30 утра, вечера, дня, и тогда мы попробуем тогда ответить на эти вопросы, если они поступят нам после просмотра этой программы, ну а сейчас спасибо вам, Будда и я, благодарим вас за, как всегда, очень интересную программу, за объяснение того, что на небе не видно, мы так привыкли, ну как минимум 7 планет мы знаем, а вот 2 мы не знаем, мы их не видим точнее, а теперь мы уже знаем, будем ориентироваться, когда чего, все, спасибо большое, до новых встреч, всего вам доброго, и хорошего остатка сегодняшнего вечера. Спасибо, до свидания. До свидания.